Вы действительно готовы увидеть настоящие роды в Японии? Потому как я не буду 10 минут с милой улыбкой рассказывать вам о счастье материнства, а покажу вам правду, которую вы не увидите нигде. Если не готовы, если вы еще не рожали, если вы еще очень маленькие и физически, и духовно, переключите видео и смотрите там, где я сажаю алюминиевые огурцы на моем бархатном поле. Ну а если вы сильный дух, любите только правду, пристегнитесь. Вы смотрите то видео, какое надо. Предупреждаю, вы будете наблюдать жирные телеса, да-да, 34-летней женщины и синенького, только что вылезшего из кое-откуда малыша. Но прежде чем это показывать, надо немного вас расслабить. А когда вы расслабитесь, внезапно долбануть. Итак, вы наблюдаете сейчас по видео мою больницу, в которой я рожала. Наблюдайте и дальше, но не забывайте слушать мой закадровый текст. Я сыкуха по жизни, поэтому перед родами я сделала четыре вещи. Завещала все свое состояние в сто долларов маме. Позвала ту же самую маму, которой завещала несметные богатства к себе в Японию. Настояла на больнице, где делают анестезию, она же эпидуралка, и позвала мужа на роды. Больницу искала долго, потому как настоящие самураи решили у себя в стране, что женщина должна сдыхать от боли, рожая новых самураев. Но не тут-то было, они на меня нарвались. Я ее нашла, и теперь вы видите, какая это красота, настоящий замок. Из дома до больницы мне требовалось времени два с половиной часа. Теперь представьте, скорая не приезжает к роженице, она сама должна своими ножками прийти в больницу. Есть, конечно, какие-то специальные такси для рожениц, но туда углубляться и искать я не хотела, потому что их надо бронировать. А как узнать, когда из тебя полезет это чудо-юдо? Больница, дорогая, за все мой муженек заплатил шесть с половиной тысяч долларов. Конечно, не всю сумму мы выплатили. Четыре тысячи заплатила Япония, как бы в подарок тебе за то, что ты родила. Хитрожопая. Врач настаивал на запланированных родах. Назначь дату, и в восемь утра придет анестезиолог, уколит спинку. Кстати, охренеть, как больно. И рожай. Но у меня, как вы поняли, все через терни к звездам. Я решила так, пускай вылезет, когда захочет. И когда начнет лезть, то я как-нибудь добегу с муженьком до больницы. Врач предупредил. Прибежишь ночью, колоть спину и спасать тебя от боли никто не будет, потому как анестезиолог работает с восьми до пяти. Все прелести открытия шейки матки будешь терпеть сама. И я сказала, буду. Буду терпеть. И раньше времени дитятка не выну. Мама приехала. Мы встретились наконец-то. И мама начала мыть полы, готовясь к младенцу, к своему внуку. Я лежала и ни о чем не думала, но вдруг пошли воды. Ха-ха-ха, собирайтесь в больницу. Ночь на дворе. И мы отправились, улыбаясь и танцуя. Вот так. Я приехала в больницу и мне сказали, да, действительно, у вас пошли воды. Ложитесь, но анестезиолог к вам не придет. Вы будете терпеть открытие шейки матки до восьми утра. И с двенадцати до восьми я терпела. Муженек, весело смеясь, поехал домой, так как врач сказал, что ты должен приехать утром, народы. И я узнала, что такое схватки, я узнала, что такое боль. До пяти сантиметров открывалась шейка матки. И теперь я ждала мужа, когда он приедет. А вот и муж, он настоящий гинеколог. И теперь мы можем рожать. Здравствуйте. Мы сейчас уже прошли основной путь. И теперь мы рожаем. У нас настали водуги. И скоро на свет появится мальчик. Сатушкин сынок. Привет всем. Привет всем. Немножко. Много. Я тоже. Я тоже. Добро пожаловать в наш канал!